Братство Черноголовых Борельеф с изображением покровителя Братства Чернокожего Святого Маврикия, символы средневековой интеграции Эстонии, четыре каменные плиты с орлами, символизирующими гербы, факторию купеческих обществ Гонзейского Союза – все это прекрасно сохранилось вместе с атмосферой средневекового здания гильдии Святого Улова. По закону о реституции здание, имеющее важное общественное значение, оставалось в ведении муниципалитета, пока наследники Братства не предприняли еще одну попытку вернуть дом в свою собственность. Причем уже тогда, когда он превратился в культурный центр, где проходят около 300 мероприятий в год, и в доме обосновалась сталинская филармония. Талинская филармония является одним из главных устоев нашей музыкальной культуры, не только в Таллине, но и в Эстонии. И надо гарантировать, чтобы талинская филармония без всяких вмешательств со стороны и без всяких опасностей со стороны какого-то маленького микроскопического братства, который называет себя Братством Черноголовых. Надо гарантировать, чтобы мы в первую очередь все-таки предпочитали общественные интересы. Преемники Братства утверждают, что в случае возвращения готовы и дальше сохранять здание в качестве культурного центра. Италинская филармония может продолжать здесь свою работу. Однако по закону такое обязательство накладывается на срок не более пяти лет. А дальше собственники уже подумают и о ценах за аренду, и о целесообразности культурного центра, который может оказаться не столь уж и доходным. У таллинских властей есть и компромиссный вариант, который мог бы устроить у обе стороны конфликта. В этом комплексе из трех зданий. Сам дом Братства, два дома Гильдии, Олевищество, 87 помещений. Я лично посоветовал и в меру города, что Братства Черноголовых, каким бы оно микроскопическим сейчас не было, и не представляет такого объема и размаха и значения, как когда-то, ну, тоже не следует плюнуть лицо, с ними можно заключить договор. Такой договор о сотрудничестве, в соответствии с которым они могли бы для своих собраний использовать несколько помещений здесь. И поскольку в Эстонии их только 12, я думаю, что очень много мест они не займут, и собираться очень часто не будут. 30 сентября зрители могут поставить свои подписи в поддержку сохранения здания Братства Черноголовых в общественном пользовании, а после концерта ознакомиться с этим интереснейшим памятником архитектуры и культуры, в надежде, что он не станет объектом частной собственности. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...